С каждым годом перспективы тех, кто не владеет государственным языком, становятся все скромнее. Уже сейчас в 99 случаях из 100 при приеме на работу от соискателей требуют знания государственного языка. Так показали исследования, проведенные Национальной Ассоциацией Европейских Тренеров. Государственный язык должен знать каждый. Сейчас вводится закон, как я понял, что обязательно на работах надо учить и румынский язык. Но если работа стоит того, то человек научится, но не в такой короткий промежуток времени. Живешь в этой стране, обязательно надо знать, хоть чуть-чуть. Хоть на разговорном уровне ты должен знать язык. Желающих учить язык все больше. В последние годы в Молдове увеличилось число русскоязычных людей, желающих освоить государственный язык. Но на бюджетной основе могут обучаться всего 500 человек из 1500 желающих. Остальным приходится либо ждать, либо искать платные курсы. Потянуть которые может далеко не каждый бюджетник. На платный. Если было бы что-то, например, бизнес румынин или такое, то, наверное, да. Я хотя знаю и так, и так, я все знаю. Лучше, конечно, бы учиться. Люди записываются на курсы по разным причинам. Как показывает статистика, 25% аргументируют свое желание выучить государственный язык тем, что он необходим для работы. Еще 25% желают профессионального роста. 21% хотят понимать своих друзей и коллег на работе. 17% считают, что государственный язык им необходимо знать только потому, что они живут в Молдове. И 12% просто желают свободно разговаривать на молдавском языке. Это мой родной язык, но если была бы такая возможность, чтобы знать его лучше, перфекционировать его, то почему бы нет? Конечно. Так как я живу за границей в Италии уже 16 лет, почти 17, я там разговариваю итальянский, потому что я живу у них. А вот когда я приезжаю в Молдавию, я разговариваю молдавский язык, обязательно мой родной язык. Эксперты считают, что изучение молдавского языка в школах необходимо переводить на европейские стандарты. Для того, чтобы программа заработала, необходимо не только финансирование, но и последовательность изучения молдавского языка. То есть начинать нужно с детского сада, далее школа, университет и так далее. Если его вводят, то не путем уменьшения количества русского языка в школах, потому что его вообще убрали, как я понял. Я тут узнал. И считаю, что должен быть компромисс между этим обязательно. Проблема кроется в том, что споры вокруг русского и молдавского языка в стране избыточно политизированы. А я считаю, что обязательно знать и тот, и другой, потому что спектр действий расширяется, если ты знаешь и русский, и румынский язык. Геометрический прогресс. А как они ставят то, что только румынский, я считаю, это неправильно. То, что русскоязычное население, оно в конце концов может уехать отсюда. А это много талантливых людей на самом деле. Многие политики на языковой проблеме сделали карьеру. Обычные же люди легко находят общий язык между собой. Соседи, друзья и коллеги по работе не враждуют, если один общается на государственном языке, а другой на русском. Другой момент, когда общение идет на уровне государства. Конечно, депутаты, судьи и парламентарии должны говорить только на государственном языке. Если, к примеру, русскоязычный гражданин Молдовы становится депутатом, то он обязан изъясняться на молдавском языке. Таковы законы. Нынешние времена не из легких. Но не стоит спорить о том, чей язык лучше или хуже. Жители Молдовы нуждаются в языковой гармонии. Но без участия политиков и государства достичь этой гармонии будет очень непросто. Возможно, через несколько лет что-то изменится. Однако пока, судя по всему, спасение утопающих продолжает оставаться делом рук самих утопающих. Продолжение следует...